Всех приветствую, ребята. Итак, продолжаем охоту за резцом. Он нас уже там впереди ждёт. Погнали. А, вниз. Внизу у нас там сундучок ждёт, любезно. А в смысле, а как? Понятно. Хорошо. Угу. Боже. Боже. А, наверное, он сказал позже, но просто странно, если Кратос говорит, боже. Это братья эти, что ли? Те самые. Так, ну с этими мы умеем драться. Так, тут разобрались. Это они были с Бальдром? Племянники? Да. Магни и Моди. Сыновья Тора. Мама говорила, что асы худшие из богов, а Тор худший из асов. Небось, и отец плохой. Они уже не дети. Им нет оправданий. Так же Синдри. Они его не найдут. А, большой обеденный зал. Весь Мидгард завидовал. Странно, я помню, что тут был огромный канделябр. Оживлял обстановку. Вон. А, да. Еще одна дверь. Волшебный замок. Крома! Тебе всегда нужно что-нибудь сломать. Да, и это не последний раз. Как будто бы трон Ярла был как раз за этой ледяной стеной. Так, за какой ледяной стеной. Нет, не за этой. Нет, не за этой. Ух, бля. Ух, бля. Ой-ой. Но, слабый, слабый достаточно. И... Урон отмазан мне не наносит. Так вот, будь он одного уровня со мной, скорее всего, он меня бы уже убил. Так, лук мне давай. Вижу выход. Но туда не добраться. Ударив в прыжке и промахнувшись, Огар ненадолго станет беззащитным. Главное, что папа не попал под такой удар. Так, что еще мы тут разрушить можем? Строма! Приготовься! Почти готов! Строма! Продолжение следует... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да, я изрядно перекачиваю всё-таки для этого места уже. Мне тут несложно, действительно. Вызов стада призрачных кабанов, которые затаптывают врагов на своём пути. Ну что? Прикольно. Так, а ты у меня сейчас с гневом волка ходишь, да? Понятно. Так, я что-то тут, помню, выбрал. По-моему, вот здесь я что-то выбрал и хотел покачать. Да, вот это мне приглянулось штукенция. Мама говорила, что Камнебород называл себя королём только потому, что все боялись с ним спорить. Ну да, если уж хватило наглости присвоить королевский титул, надо быть способным его защитить. Камнебород это мог. Он не проиграл ни одного боя. До сих пор. Вот так вот. Да выёбался. Что у нас, какие ещё тут бои есть? Там, наверное, этот сейчас выйдет. Приготовься! Офигеть, тут я жестко отразил его. Офигеть, тут я жестко отразил его. Обычный оборотник, когда заводят, начинает быстрее бегать. А этот, похоже, становится сильнее. Если он начнёт выйдь, надо быть особенно осторожным. Так, что ещё тут сломать можно? И ломается. Смотрим ещё. Тут дыра есть, тут есть. В ту дыру не залезть. Так, ну я достаточно внимательно вроде бы посмотрел. А тут снизу нельзя. Ну, вроде как нет. Ладно. А? А? Что-то впереди. Видишь? Он жив? Но нам лучше исчезнуть, пока не явились сыновья Тора. Что ты знаешь об этих людях? Во-первых, это не люди. Они боги. Ну, полубоги. Так, их отец Стор. Матери разные. Ой, жуткая история. Их дядя Бальдер. А Один дед. У них есть сестра по имени... Оружие. Как они сражаются? О, да, конечно. Маг не силён. Очень силён. У него огромный меч, закалённый громом. А Моди... Я лучше крысу поцелую, чем пожму руку этому гаду. Его палец и щит – дешёвая подделка моей работы. По-моему, от них лучше держаться подальше. Но, кому я всё это говорю? Хватит дурить. Делай то, что он скажет нам. Ты сам не дурить. Я не шучу. Он сражался с дядей. Я к шёл живым. Пускай. Дядя наш давно ни хрена. Ну ладно. Заходите, если что понадобится. Значит, и мы боремся. Пока. Так что хватит трепаться. Соберись и помогай искать. Да, как же подвести отца. Ох, да печёшь ты меня. Там нельзя подвести отца. Ищи давай. Ну, к диалу. Сейчас диалогу случайно прослушал. Так, воинский пояс, мастер урон мы продаём. Секрет любого ремесла. Мелкие детали. Эх, на всё самое интересное мне пока не хватает. О, на грудник путника. Ничего себе. Нам на него даже хватает. Это броня, выкованная из обломков закалённых в бою доспехов путников. Она повышает живучесть воинов, достаточно сильных, чтобы её носить. Постепенное создание защитного барьера, способного поглотить одну атаку. Неплохо. Перчатки путника появились. Ну-ка. Ага. Так, у меня... Ну, я всегда говорю. Чё за снаряга? У меня все пятого уровня. Велун дерзкая. Перчатки утраченного единства. Пояс древних. Ага. Ну, броню по-хорошему можно и получше найти. Но пока это у нас всё достаточно хорошие вещи. Не нравится? Не бери. Не возьму. Так. Ну, чё там на потолке не осталось вкусного? Что-то я тупанул совсем. Он взял сприннул и по-новой пошёл за мной. Ну, чё там? Так, вот и резец. За 15 минут тут опять добрались. Скорее, брат. Добудем кусок резца и уйдём, пока они не заметили. Ну, вот и... Сын. Сдавайся. Этого требует все, отец. Нет. Я сам разберусь, сын. Иди. Недалеко ли ты собрался? О, нет, брат. У этого уродца есть лук. Что же нам теперь делать? Ё-моё. Ё! Не указывай мне, что делать. Так, давайте-ка... Пока это всё не зашло слишком далеко. А то я прям растерялся на секунду. Мелкий твой, брат. Не указывай мне, что делать. Да. Не указывай мне, что делать. Ого! Нет, отец. Не указывай мне, что делать. Ну, вот. Важно, nature, ты. Мелий. Можете выполнить? Это противник? Ты окон, остави меня в этом. Хватит! Хватит дурака валять! Что он делает, я понять не могу. Брат! Каждая слепота! Строги, строги, блин! Не вижу! Встань за мной, сын. Зачем мы вам? Что нужно Одину? Не знаю. Блин, иди сюда, выродок. Хватит за памкины штаны цепляться. Заткнись, сам ты выродок! Так, ты блин. Как ты только еще... Пойдешь, живучонки, ведь еле держат лук. Сказал, заткнись! Успокойся, сын. Блин, термо! Встреча с удовольствием. Ты меня все в порядке. Я все в порядке. Ну давай. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Твоя мамаша такая строчная. Рожу тебе порезала, чтоб похож был. Не смей так говорить! Не смей так говорить о мамочке. Не слушай его. Он хочет тебя разозлить. Идиоти! Сыны Тора уничтожат вас. Сыны Тора могут попробовать. Голова! Извини, я перегнул палку, да? Берегись! Мой любимый момент! Поищи, урод! Прекрати! Сын, соберись! Сын, соберись! Кратос, мальчик! Кратос, мальчик! Сын, соберись! Бамочка тебя блогает! Такая уродина была, ты не давала отсосать. Заскнись, ублюдок! Терпич! Сын, ублюдок! Кратос, мальчик! Пока. Я тебя убью! Атрей, держи себя в руках! Огни! Нет! Как ты? Ты даже не представляешь! Огни мерзавец! Черёж, держись ты в руках! По штуке тебя тормут! Болезнь. Лихорадка вернулась. Нет! Нет! Суин! Кашель. Кровь. Мальчик болен. Надо к Фрее! Нет! Тише. Нормально. Молодец, пацан. Да нормально всё. Надо за ним следить. Магни. Старший сын Тора. У него был огромный меч. Сила молний. И очень дурной характер. Папа его убил. Ну да. Вот. Убил бы, если бы он там бошку отрубил, чтоб наверняка прямо. Моди. Младший сын Тора и жуткий гад. А ещё он умеет стрелять молниями и драться по лице со щитом. Он удрал, когда папа убил его брата Магни. Но готов спорить, что мы его ещё увидим и тогда я сам его убью. Так. Пробуждение Левиафана у нас доступно. Супер. Сплав Лейпер. Угу. Ну, по халам у меня вроде пол. Да, пол. Всё, может тут ничего интересного нету. Но тоже с ними достаточно легко справился. И напоминаю, у меня всё ещё высокий уровень сложности. Не самый последний, но предпоследний. Хватит. Пожалуй. Им мы вырежем путевую руну, которая пропустит тебя в Йотумхейм. Мы вообще теперь можем открыть все запертые магии двери, что нам попадались. Кто, что за поворотом. В эту дверь можно пройти, ведь есть резец. Ммм. Ммм. Вот зачем оно надо было. Так. Как квест тут у нас новый называется? Под замком. Угу. Ну, молодцы мы. Чё тут сказать. Так. Это всё халы лежат. Ничего тут больше интересного нету. Но. Да. Угу. Ты тоже не можешь. Сработало. Будет ли ты. Угу. Угу. А. Угу. Угу. прикольно интересная механика осуждение бояться стоило бы не осуждение но мести разве можно убить бога так Так, ага. Первая есть. Сидит там такой. Просто я боюсь, если я залезу, там какие-нибудь катсцены начнутся. А мне спускаться потом по новой неохота. Поэтому я хочу руны найти все сейчас. Ну, ладно, видимо выбора нет. А, ну понятно где мы. Опа. Одна есть. Вторая. Смотрим, что сейчас гном скажет на то, как мы победили. Тут вообще без проблем. Стой. Мы тут уже были. Но как вернуться? Эй, вы слышали? Магний, один из асов, сын Тора, мертв. Это не слухи. Теперь Моди по всему Мидгарду ищет убийцу. Говорит, когда найдет его, то... Ой, небось вы его и убили. Нам, наверное, стоит говорить потише. А лучше вообще молчать. Это хорошая мысль. Что вас привело, друзья? Теперь твоим врагам не позавидуешь. Супер. Замерзшее пламя. Мягкая сталь. О, и рукоять могу улучшить даже. Если увидите, пусть держит крабли подальше от моего топора. Да, максимум мы улучшили. Ай, да мы. Ай, да мы. Дальше, наверное, ничего нового. Может, что-то еще? Что же еще? Ух. Ну, по сути, я все из этого могу взять. Сажаясь голыми руками, прицельтесь и нажмите R2, чтобы мгновенно вернуть топор и нанести мощный удар. Добавление третьей и последней атаки при нажатии в... Ага, в обратной стойке. Ну, короче, я все из этого возьму. Можно даже не париться. Но все хватает. Так, ну и на текущий момент у нас все раскачено. Парень совсем не здоров. Ничего. Все в порядке. Если так, не отставай. Хорошо. Эй, я понял. Магний вовсе не воскрес. А вот это интересно. Все знают, что Оасов свой путь в Вальхаву. Без Валькирий, без ворот Хельхейма. Может, это имеет значение. Ну, вот и он. так сначала с сундуком разберусь что это там наверху а а а а а а а а а Да, за просто так, ну спасибо. 12 уже закрыли, офигеть. Мы снова у руки великана. Что... что тут было? Рыбаки доставляли улов в гавань и с помощью этого устройства отправляли часть прямиком на кухню Ярла, а остальное продавали. Под большим пальцем выход. Ищи путь туда. Движется. Так, а это у нас за что отвечают? Понятно. Там есть проход. На другой стороне есть путь к выходу. Ага, ну и мы его сейчас туда перекинем тогда. Давай, поехали. Тут есть цепь. . Ага. Ага. я понял надо шестеренку сверху кинуть попал вроде вышла и и и и и и и и и снова под ладонью почти на месте дамы были и и и и и и и и и Девушки отдыхают. Так что теперь? Может отвезти мальчика к Фрейле? Нет, мне уже лучше. Только немного отдышусь. Куда мы теперь? Раз мы добыли великанский резец, надо узнать путевую руну Йоттунхейма, вырезать ее на тех вратах на вершине горы и открыть путь в страну великанов. Ты не знаешь? Увы, нет. Но змей упоминал, что великаны доверили секрет этой руны Тюру. Тюр же мертв. Да, его тайная сокровищница совсем рядом. Двери туда внизу, под храмом. Они много лет были скрыты водой, пока наш приятель змей не пошевелился. Там мы наверняка найдем знаменитую черную руну Йоттунхейма. Можем еще тут поисследовать. Резец у нас, сокровищница никуда не денется. Чего лодки простаивать? Подумаем. Мистические врата и что-то еще тут у нас не найдено. Ну, я, бикино, не знаю, что нам тут делать. Еще можно. Так. Ну, если там плыть не слишком сложно, сразу бы сюда и поплыли. А то мало ли там перепортнуться быстрее было. Я просто уж не помню, как тут плыть. Много или мало. Так, а почему расстояние увеличивается? Я не понял. Фу, какой фриз жесткий. Чего же происходит такое? Фу, какой фриз. Ну, все, мы выплыли, уже выходит. Это было быстро. Такое ощущение, что туда мы плыли дольше. Блин, я бы телепортнулся. Так было бы быстрее, конечно. Ты видел? Вон там. Там башня. Не вижу башни. О, тут дверь эта есть. Ничего себе. Нам к ней и надо. Что-то да. Сокровищница Тюра за магическим замком. Еще не все. Так. А. 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 Ого! Неужели мы в сокровищнице Тюра? Еще одна из этих штук. Это Тюр, но не хватает фрагмента. Стой, я думал, что Тюр бог, а не великан. Да, но его все любили, и великаны тоже. Кроме меня, лишь ему досталось от них в дар особое зрение. Хм, а обо мне великаны не сделали триптиха? Так тут пока ничего. Знаешь, иди сюда. Я научу тебя читать. В этом нет нужды. Ты меня столько маучил, да и я тебя чему-то научу. Атрей? Давай. Говорить ты умеешь, но учиться читать не так сложно. Я умею читать, сын. На другом языке. Так ты уже на полпути. В общем, руны изображают разные вещи. Богов, животных... Стой! Что, слишком быстро? Прости, я... Молчи. Запах, чуешь? Да, чуем. Пахнет... Дождем? Ты все испортил. Я заслужил этот молот. А теперь... Все решат, что я получил его. Потому что магний нет. Меня засмеют. Но если я убью тебя... Смеяться не будут. Нет! Ты тупой. Это у тебя от папаши? Или ты в мамку пошел? Она была тупой, да? Заткнись! Ты ничего не знаешь о моей маме? Это верно. Но зато я буду знать все о тебе. Ты станешь моим новым братом. Как только я убью твоего отца... Хватит! Ой. Кажется, я его сломал. Нет. Назад! О, нет! Еще увидимся! Брат, мальчик. Атрэй. Скорей, неси его к Фрее. Иначе никак. О, тут все замерзло. Ничего себе. В лодку. Дом Фреи недалеко. О, тут все замерзло. Атрэй. О, тут все замерзло. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Кто-то вызвал змея. Субтитры делал DimaTorzok Жар усилился. Его трясет. Плохо дело. Надо спешить. Фрея! Открывай! Нам нужна помощь! Женщина, ты слышишь? Это срочно! Я все еще богиня. Пойди прочь. Мальчик заболел. Фрея! Он болен. Идем. Это необычная болезнь. Истинная природа мальчика, твоя истинная природа борется с ним. Так это из-за меня. Ты поможешь? Конечно. Только за лекарством тебе придется пойти в Хельхейм. Нужно сердце Хранителя, который защищает мост проклятых. Хель. Мир мертвых. Знаешь такой? Этот нет. Это страна неизбывной стужи. Огонь там не горит, и ни одно заклинание всех девяти миров не сможет зажечь там пламя. А мертвецы? Твой топор не причинит им вреда. Нужно другое оружие. Тогда я вернусь домой. И откопаю прошлое, которое поклялся забыть. Кем ты был раньше, неважно. Этот мальчик не прошлое. Он твой сын. И ему нужен отец. Эта руна откроет проход в Хельхейм. Когда будешь там ни при каких обстоятельствах, не переходи по мосту проклятых. Пути назад нет. Ты понял? Сын. Эмми. Поспеши. В саду тропа ведет к моей лодке. Бери ее. Возвращайся домой. Раскопай свое прошлое. Делай, что должен, но принеси сердце хранителя моста. И твой сын может выжить. Иди. Фрейя. Тогда, в прошлый раз, я был... Нет. Ты не должен доверять словам богини. Можешь не извиняться. Уж точно не передо мной. Я позабочусь о нем. Даю слово матери. Так, посему выходит, что... И под замком мы выполнили. Айдер мы. И следующее у нас это хворь. Так, ну думаю, что хворь мы на следующей серии уже начнем. Там как раз прям целостно все получится сделать. Поэтому давайте на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. И пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok